Всем привет! Сегодня мы научимся управлять летающей тарелкой. По итогам проделанной работы мы реализуем простую механику полета. Летающая тарелка будет летать во все стороны, вперед, назад, влево и вправо, то есть по осям X и Y. Также для нее мы запрограммируем взлет и приземление, соответственно передвижение по оси Z. При изменении траектории NLO будет крениться, то есть изменять угол наклона в зависимости от направления движения. Естественно мышкой мы будем управлять обзором и корректировать направление полета. Но перед этим давайте накидаем план занятия. Во-первых, создадим проект и позаимствуем необходимую модель летающей тарелки. Затем создадим уровень, по факту просто его сохраним, как какой-нибудь простой документ, изменив пару настроек. Далее накидаем несколько клавиш, которыми будем управлять будущим самолетиком. За это отвечают входные данные или input-система. Самое интересное, перейдем к блупринтам. Блупринты относятся к визуальному языку программирования. По факту это старый добрый C++, на основе которого написаны все узлы, ивенты, функции и переменные. Блупринты делятся на классы. В зависимости от цели нам понадобится соответствующий класс блупринта. Как раз сегодня мы будем говорить о так называемом классе пешки, pound-класс. Сначала поработаем во вьюпорте, настроим визуализацию летательного аппарата, затем уже непосредственно в event-graph напишем всю логику. Далее создадим отдельный блупринт класса Game of Base, который отвечает за начало игры. В нашем случае понадобится поменять лишь один пункт. На сегодня этого будет достаточно. И последнее, подведем итоги нашей работы, оценим результаты и подумаем о потенциальных доработках в плане механик игры. Если что-то из вышеуказанного непонятно, то это нормально, особенно для начинающих. Каждый из пунктов мы подробно обсудим в соответствующих частях видеоурока. Итак, приступим.